всем привет вот такие интересные клиночки изготовили для двух наших клиентов сейчас немножко поподробнее расскажу так но в обзоре мне поможет сергей он будет говорящими руками так ну начнем давайте с небольших ножей вообще хочу сказать что вот эти 7 ножей это все один заказ одного человека коллекционер а вот эти два ножа другого клиента давайте по порядку это быча такой вот ножик это реконструкция тоже размеры все соблюдены долл у него нет маленький ножичек длина примерно 7 сантиметров клинка кожаные ножны ножичек для охотников кто занимается именно промыслом пушнины разделывать мелкого зверя белок соболей кожа идет и превращается в подвес такой вот способ тоже есть оказывается как мы увидели ну это вот тоже я же берут реконструкция так далее вот идет следующий ножик тоже такой малый нож ну не совсем будьте почти такой тоже кожаные ножны дальше так пройдемся тоже классические нужно вставочка ставка сбережи как мы другого цвета такой же ножек собесно практически а тут доник было нет красивый к подобрали так следующий ножик вот этот вот нож интересен тем что это реконструкция мастера силийского гусса камелева мальцев очень распространенный нож был свое время много его циклеров видели деревянные ножны до 90 до 90 годов он работал на конце 20 века вот интересен тем что у него вот у каждого мастера было свое клеймо клеймо начали сейчас ставить наши мастера делали такие засечки в свой фирменный знак видите как тут у вас там подруга устрою вот любит наберет с другой стороны получается классический долл и такая вот маленькая узкая полоска дюра он тоже считается долл тоже до двойной получается узкий долг двух сторон у него такая вот досечка идет красивый такой ножик размер средний 13 сантиметров от середины идет спуск прямой красивый нож деревянные ножны так далее нож и стеными ножнами это тоже реконструкция такие же нужно были найдены в меге на кангаласском лусье в погребении нож нужно там пролежали более 300 лет и прекрасно сохранились и вот мы реконструкцию сделали на них тоже со вставкой все размеры тоже соблюдены узор так же да тоже такой же сделали урага называется так и сам нож такой есть линия закалки тоже без дула тоже без дула сделали такой вот хамончик красивой тоже как подобрали узорчатый так ну и далее вот такой классический нож конца девятнадцатого первой половины двадцатого века такие ножи очень были распространены в свое время нож жестяными оковками тут мы использовали мельхиор здесь также мы использовали вставка с берестой здесь березовая и береста ну и классический нож нож классика средний размер они это нож табутал тоже табутал ус рота штатинского улуса фамилия ефремов во имя и отчество честно говоря подзабыл василий кажется звали его тоже конце двадцатого века он был известен как плотник хороший но в то же время вот он был еще и отличный кузнец его вот отличительной особенностью было то что он делал два до с двух сторон один чуть поуже или такой левой стороны и справа классический пошли вот такой же конфигурации у него были ножи и подлиннее ну клиента хотел такой средний размер чтобы было удобно пользоваться да ну и вот два красавца боже между собой для братья-близнецы назвали тоже получается здесь береста с латунной оковочкой тоже 19 век это вот конкретно 19 веке листа начало двадцатого века вот такие нужны были очень распространены похоже нужны только чуть длиннее получат еще дополнительно такая вот была линия германии городе штутгарт в музее линдона похоже не нужно есть ну смысл нож прям крик нож с нужными вот также если хотите заказать можем сделать любой понравившийся нож стали можно в принципе любую подобрать но мы в основном работаем сейчас остальными х 12 м ф 40 х 13 и у 10 а и 95 х 18 это здесь нержавейка это 40 х 13 красивый вот такого тоже с узорами на обухе здесь узор немножечко другой можно получите такие же здесь получается вот такой вот красивый но что на 40 х 13 между собой хуже и минаем до без икробас два брата близнеца да ну если понравилось ставьте лайки пишите звоните номер моста в закопленном комментарии ставьте на колокольчик всем пока если есть какие-то вопросы пишите обязательно на них ответим всем пока